Также вот еще хотел бы зачитать хадис. Пророк Мухаммад, саллиллаху алейхиусалям, спросил у одной женщины, «Есть ли у тебя муж?» Она ответила, «Да». Он спросил, «Доволен ли он тобой?» Она ответила, «Он злится только на то, что я не умею делать что-либо». Тогда пророк, саллиллаху алейхиусалям, сказал, «Будь повнимательней к нему, поскольку он для тебя ад и рай». В другой версии этого хадиса сообщается, что однажды какая-то женщина пришла к посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, по какой-то нужде. Он спросил ее, «Кто это?» «У тебя есть муж?» Она ответила, «Да». Он вновь спросил, «Как у тебя с ним?» Она ответила, «Делаю для него все, что в моих силах». Посланник Аллаха, да благословит его Аллаха, приветствует, сказал на это, «Смотри, куда тебе до него?» Поистине, он для тебя рай и ад. Вот Субханалла, на самом деле, женщины, когда не слушаются мужа, вот не понимают опасность положения Субханалла, но ведь имамы, которые читают вам никахи в мечетях, ну они же традиционно читают перед никахом аяты Субханалла, в которых призывают бояться Аллаха. Субханалла, я все понимаю, люди не идеальны, да, все понятно, но вы понимаете, чем это может обернуться? Чем может обернуться, да, ослушание мужа? Не дай Аллах, конечно. Я так же, как и вы, хотел бы, чтобы Аллах не обращал внимания в Судный день ни на один из моих грехов и простил мне их все, да, но вероятность-то такая все равно есть, что Аллах может наказать, не дай Аллах, не дай Аллах. Сам пророк сказал, что твой муж для тебя – это твой ад и твой рай. То есть это же о чем-то говорит. Ну, хорошо, там, вы, там, вам что-то не нравится, да, вы, там, проявили свой гонор, вы не захотели, там, слушаться, да, вы посчитали себя, там, умнее него, там, да, ну, как бы сказать, не захотели пересупать через свою гордыню. Ну, Субханалла, ну, немножечко вот из одной точки, Субханалла, ну, расширьте свое восприятие. Я понимаю, что когда эго захлестывает, Субханалла, гордыня душит, твое восприятие, оно сужается до одной точки, и ты ничего не видишь уже, кроме себя, Субханалла, любимой или любимого, да, и ты просто вот гнешь свое и все. Ну, Субханалла, ну, помяни Господа, помяни Аллаха, ну, вспомни, вспомни, что ты мусульманка, что твой муж мусульманин, вспомни день, когда вам прочитали никах, какие аяты вам имам читал, что надо бояться Аллаха, как следует. И что, вот, пророк сказал, да, что твой муж – это твой рай и твой ад. Ну, зачем рисковать? По такой логике, Субханалла, да лучше бы ты вообще замуж не выходила, Субханалла. Зачем? Зачем ты рискуешь? Зачем ты ставишь под удар свою вечную жизнь? Ведь я знаю, что из ада в любом случае, да, Аллах обещал вот вывести всех мусульман. Но ад – это такое место, да, куда даже на мгновение попадать страшно. В книге «Рай и ад» я читал такой хадис, что в Судный день приведут человека, который в этой жизни больше всех вот кайфовал, испытывал удовольствие, да, в мирской жизни. И его на одно мгновение поместят в ад. Я уж не знаю, кто это будет, но представьте, из всего человечества, потому что в Судный день, да, как бы Аллах воскресит всех от первых до последних. То есть начиная с первых вот людей, да, Адама и Хауи, и, соответственно, до вот последнего человека, который до Судного дня будет жить. И кто это? Кто кайфовал больше всех, да, Аллаху Алим? Может, какой-нибудь фараон, там, может, там, наш современник какой-то, Аллаху Алим, да? Но говорится в хадисе, что его на одно мгновение поместят в ад и спросят «О, такой-то, такой-то, ты испытывал когда-нибудь удовольствие?» Он скажет «Нет, никогда не испытывал никаких удовольствий». То есть одно мгновение пребывания в аду, пусть Аллах всех нас от этого упасет, и всех проблемных женщин, и всех-всех-всех, амин, амин, амин. Оно, Субханал, одно погружение, даже пребыванием трудно назвать, погружение на одно мгновение в ад, оно заставит человека забыть обо всех удовольствиях, которые он когда-либо испытывал, хотя он больше всех людей. Это я уж не знаю, сколько, Субханал, он больше всех людей, говорится, удовольствие получал в этой жизни, да? То есть это слишком дорогая цена для того, чтобы вот так вот попустительски и пренебрежительно относиться. Субханал, ну если тебе трудно подчиняться мужу такому... Не, я понимаю, трудно подчиняться мужу какому-нибудь тирану, Субханал, да? Ты там ему подчиняйся, не подчиняйся, он по сути тиран, ты ему не угодишь, ему невозможно угодить. Ты сделаешь все, а он все равно придумает повод. Либо найдет, если не сможет найти, то придумает повод для тебя наехать, там тебя избить и так далее. Потому что это суть человека, это патологический, больной человек, это тиран. Как сейчас это модно говорить, абьюзер, да? От английского слова abuse. То есть как-то обижать, короче, как-то притеснять, короче, суть такая. Вот, то есть понятно, ну не женись тогда, не выходи замуж за такого Субханала, чтобы потом, вырвавшись из лап Субханала этого притеснить, или да, чтобы потом не говорить, о, не, Субханала, это мужчины, те еще, им там это, им не угодишь, не подчинишься. Ну, в смысле, даже если будешь подчиняться, не угодишь. Ну, Субханала, понятно, но это же не о всех речь. Не все же такие. Поэтому зачем обобщать так жестко? Поэтому постарайтесь просто по максимуму, Субханала, ну, проявить здравость. Ну, понятно, что Аллах милосердный, Субханала. Ну, зачем, зачем это играть с огнем? Зачем испытывать терпение Аллаха, да? Зачем на его милость излишне уповать, Субханала? Ну, не можешь ты мужу подчиняться? Ну, Субханала, ну, ну, смоги, Субханала. Ну, почитай аяты, хадисы, вдохновись как-то. Музыку перестань слушать. Постарайся, Субханала, найти причины. Ну, так сказать, поскреби по сусекам, по карманам пошарь. Все свои, так сказать, запасы искренности найди. Ну, надо подчиняться. Потому что ты рискуешь, Субханала, своей вечной жизнью. Даже пускай временно, окей. Там Аллах из ада вытащит грешных мусульман там, да? Но зачем вообще туда попадать, Субханала? Зачем ехать, Субханала, в Москву, я не знаю, там, через Северный полюс? Когда можно кратчайшей, кратчайшей траектории туда добраться, да? Ну, какой смысл? Какой смысл попадать в рай долго, если можно попасть в рай быстро? Субханала. Ну, вот просто. Поэтому, дай бог нам всем. Вот еще, просто вот касательно вот этого, женат ли я, там, есть ли дети. Вы понимаете, просто незнание этой информации, не зная эту информацию, вы ничего не теряете. А узнав эту информацию, вы ничего не приобретете. То есть, как бы, я понимаю, там, люди хотят порадоваться за меня в каких-то моментах, да? Но просто люди, я говорю, люди это ставят именно как фактор обретения права на то, чтобы там рассуждать о таких темах, Субханала. Ну, Субханала, посмотрите в интернете, в ютюбе, сколько разной дичи записано касательно отношений, да? Вы что думаете, что у авторов этих роликов нет детей, что ли, что они не женаты? Так, конечно, есть Субханала у многих, но от толку-то что, Субханала? Если они несут вещи просто несусветную глупость Субханала, как можно это оправдывать тем, что у нее есть жена и так далее? Субханала? Субханала? Субханала?